МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Целовалась с ним? Никак ревновать вздумал. Ты в своем уме? Целовалась или нет? Он для меня не человек, а ищейка. Понимаешь? Дрессированная ищейка, которая найдет мне мой изумруд. У нас осталось пять дней до истечения срока виз. Успеем. Теперь он поторопится. Принесет мне перстень на задних лапках. Так все-таки целовалась с ним? Мои кузины в Париже обзавидуются. Их мужья по сравнению с тобой просто утиль сырье. Ну что, Соня, хочешь танцевать со мной, Чарльз Стоун? Нет, не хочу. Это правильно. А ты никогда не замечала, что люди, танцующие Чарльз Стоун, похожи на дрессированных собачек? А, Соня? У тебя неплохо получается. К черту, Чарльз Стоун. Все к черту. Может, все-таки станцуем? К черту, Чарльз Стоун. К черту, Чарльз Стоун. Поехали! Товарищ Дымов, вас ожидают. Благодарю. Здравствуйте. Вы говорили, что я могу к вам обратиться, если понадобится. Да, конечно. Проходите в кабинет. А можно я туда не пойду? Петя, он же… Я все понимаю. Давайте поговорим на улице. Меня из дома хотят выселить. Говорят, не имею права одну комнату занимать. Никто вас не выселит. Не беспокойтесь. Я не позволю. Давайте сегодня вечером я к вам приду и во всем разберусь. Хорошо? Спасибо вам большое. Не знаю, стоит ли говорить… Иди, смени меня. Это останется между нами. Обещаю. Я от брата письмо получила. Как? Вчера по почте пришла. Видно, помог кто-то отправить, пока он тут под замком сидел. Он, правда, написал никому не показывать. Но вам, я думаю, можно. Благодарю. А насчет комнаты не беспокойтесь. Она письмо ему передала. Понял. Не был он сумасшедшим. Это понятно. А Никен пишет, чтоб сестра не верила, если его обвинят в убийствах. Он догадывался, что станет следующей жертвой. Конечно, его заставили написать признание. Но кто? Ну, те, кому нужно найти магический изумруд. Он нужен Зинаиде. Она, ее муж, безусловно, замешан во всех убийствах. Но Захар Грищенко не настолько могущественный, чтобы проникнуть в камеру в милиции. Ему кто-то помогает. Могущественный, всемогущий. Все эти люди не понимают, что не могут противостоять силе этого камня. Его нужно поскорее найти. Тимофей Ильич. Иначе он, точнее его хозяйка, натворят много бед. Хозяйка, камень. Мистика какая-то. Да давай уже, быстрее. Здравствуйте. Мне нужно видеть сестру Петра Аникина. Где ее найти? Она ведь здесь живет? Жила. Что значит, жила? Куда она делась? Пошла на речку белье полоскать и утонула. Теперь это наша комната. Ну, что встали? Пошли. Вещи добери. Не могла она сама утонуть. Не верю в такие совпадения. Дайнека. Дайнека, ты чего? Извини, я не хотел тебя напугать. Ты чего, грехнулся? У меня есть новости. Какие? Помнишь? Записку профессора Кузьмина из архива. Про дом Зинаиды Грищенко? Да. Ты его нашел? Нет. То есть не совсем. Там сказано, что дом Зинаиды Грищенко находится рядом с церковью. Да. Только у нас в поселке нет церкви. Сейчас нет, но я знаю, где она была. Пойдем, я тебе покажу. Да. Я подожду снаружи. А школа где находилась? В здании церкви? Вот. В войну в нее снаряд попал, восстанавливать уже было нечего. Поэтому название осталось только от школы, понимаешь? А ты когда это узнал? Да час назад. Возвращался из города, подвозил одну местную старушку с внучкой. А. Так ты в город ездил? Да. Вчера вызвали срочный реставратор, им нужна была помощь во дворце. А вот особняк Зинаиды Грищенко должен находиться где-то тут, среди этих домов. Ну, пойдем его искать. Ну, и чего ты думаешь, этому дому сто лет? Да больше ему все сто двадцать. Такие дома строились в годы дачного бума. В прошлом веке. Ну, предположим. Пойдем еще какие-нибудь дома посмотрим. Может, вот этот? Дочь профессора Кузьмина говорила, что Зинаида Грищенко не похожа на настоящую хозяйку. Значит, не было что-то фальшивое. А дом-то тут при чем? Ну, он такой основательный. В нем нет фальши. И Зинаида бы его не выбрала. И тем более, в нем нет птиц. Каких еще птиц? О которых писал профессор. Дом, со всеми ее птицами. Ну, ты даешь. Никакие птицы сто лет не живут. Может быть, это какая-то загадка? Ты живой? Ну? Трицатья несчастье, а не человек. Жив? Ты как? Зачем ты полезна? Это ерунда, идиот. Я думал, мне будет полезна. Полезна будет. Понимаешь, я думал, мне будет… Что вы здесь устроили у моей дачи? А ну, валите отсюда! А что вы сразу орете на нас? Да вы бы лучше помакали, я не знаю. Проваливайте отсюда! Гопота подзаборная! Что? Подожди, подожди, тихо. Да как вы вообще? Подожди. Она мне руку оторвала. Ой. Простите нас, пожалуйста. У нас тут ЧП. Человек упал, руку разбил. Есть у вас перекость, бинты и всякое такое. Ну, простите меня. Пойдемте. Все так серьезно, что ли? Да. Спасибо вам большое. Конечно, все найдем. Больник. Ну, как ты? Все нормально? Давай еще разок. Посмотри потворней шоу. Какая боль. Скажите, пожалуйста, можно? А вот случайно от прошлых хозяев в доме ничего не осталось? А тебе зачем? Старье, что ли, собираешься перерабатывать? А ну, нет. Ни в коем случае. Я историк. Интересуюсь прошлым петербургских дач. Пишу статью в журнал. И про мой домик напишешь? Ну, конечно. Тем более, что дом у вас очень хорошо сохранился. И такой интересный. И хозяйка у него такая энергичная. В подвале надо посмотреть. Какая боль. Ну? И зачем вам это, пыль веков? Ты помог бы лучше. О, не-не-не. У меня аллергия на пыль. Терпи, Данечка, терпи. Из пыли образуются звезды. Только ждать придется долго. Сколько долго? Вечность. Вот как жаль, что нельзя жить вечно. Максим. Самое памятное лето в моей жизни. СК. Но у Кузьмина инициалы были АП. Так это… это Соня. Соня Кузьмина. Так могла написать только девушка. Она, кстати, интересная. На тебя чем-то похожа. Зинаида Грищенко. Наконец я заждалась. Как идут твои поиски? Все отлично. Думаю, скоро все закончится. Пирожки, бублики, баранки. Здравствуйте. Здравствуйте, барышня. Пирожки по две копейки. О, как раз. Выбирайте. Спасибо. Пожалуйста. Кубком поехали. Кирожки, бублики, баранки. Трудались эти, гражданка. Глаза? Дома забыли. Простите, я… я так испугалась. Ну что ж вы, барышня, автомобили кругом. Осторожней надо быть. Да, извините. Вы правы. Мой шофер тоже виноват. Могу я вас с чем-нибудь удостить? В виде компенсации, так сказать. Мороженое угостите? Мороженое, так мороженое. Четыре порции. Клубничное, малиновое, шоколадное и… и еще какая-то приторная дрянь. Если я заболею, будешь кипятить мне молоко. Сочту за счастье. Ты чай пей. Спасибо. Ну, что он еще сказал про Герасима? Он сказал, что Герасим продал изумрудный перстень кому-то из тех, кто обычно играет в карты у… у Захара Грищенко. А он не удивился, что ты его спрашиваешь про изумруд? Я ему призналась, что я… ну, внебрачная внучка Фаберже. По секрету, конечно. Хорошо, молодец. Ну что? Ничего не нашли. Все простучали, прощупали. Даже просветили. Нет здесь никакого тайника. Ясно. Ладно, вешайте все на место и с картинами поосторожней. Они дорогие. Очень. Понял. Похоже, прав на Шерлок Холмс. Ну, в смысле, Людмила Дайнек. Угу. Убийца действительно ищет фамильную драгоценность. Которой на самом деле нет. Ну, в доме тайника не обнаружено, но убийца-то про это не знал. И надеялся здесь его найти. Тут к вам сосед просится пустить? Пустите. Проходите. Как же можно не пускать меня к родной милиции? То есть, к родным правоохранительным органам. Имею сделать заявление. Заявляйте. Вы не могли б сообразить чайку, товарищ, пока мы с вашим начальником поговорим? Сообразим. Хорошо. Ты не заболела? Нет. Максим, помнишь, ты мне говорил, что опоздал в архив, потому что долго гулял с Хиной? Угу. А вы где гуляли? По набережной гуляли? В парке гуляли? Да где только не гуляли? А чего ты спрашиваешь? Просто Хина осенью долго гулять не любит. И на набережную ее не выгонишь. Серафима Петровна, а можно мне добавки? Нужно. Спасибо большое. Очень вкусно. На здоровье. Выхожу на лестницу, слышу, ключами гремят. Кто-то пытается открыть эту квартиру. И, судя по всему, злился, что у него не получается. Знаешь, ключом в дверь потыркал, туда-сюда, туда-сюда. А потом со злости в дверь кулаком даст. А вы где в это время были? Что я? Я за своей дверью спрятался. Ну и ждал, пока он на улицу мимо меня проскочит. Опознать сможете? Вот это вряд ли. Я же его со спины видел. И потом, смотрите, джинсы черные, кофта черная и на голове капюшон. О, благодарствую. Еще сказать имею. Дня за три, как в больницу лечь, Эльза жалует, что она ключи потеряла и решила замок поменять. А как вы думаете, это точно пытался мужчина дверь открыть? Не женщина? А вот тут, дорогой товарищ, я вам точно сказать не могу. Но могла быть любая половая принадлежность. Спасибо. Спасибо, вы очень помогли. Всего доброго. Всегда, пожалуйста. Всегда готов. До свидания. До свидания. Помнишь, как Вася Дурачок сказал? Он тот, но другой. Он, не она. Ну, если она общалась с Васей, переодевшись мужчиной, то Дурачок вполне мог сказать, что она – это он. То есть он – переодевшаяся элита. Как выражается товарищ сосед, любая могла быть половая принадлежность. Аргумент так себе, но проверить стоит. Да какое вам дело, где я была? Где хочу, там и гуляю. Я даже перед бывшим мужем не отчитывалась. Бывшим? Да, бывшим. А почему вы спрашиваете? Вас что, интересуются состоятельные зрелые дамы? Нас интересует, где вы были вечером в день убийства вашей дочери. Что? Простите, но вам придется ответить на этот вопрос. То есть вы меня подозреваете в убийстве дочери? Вы что, вообще оборзели? Ответьте на вопрос. У косметолога я была, у Колы красоты делала. Вот, смотрите. Я старею, а эта шлюха – его любовница. На пятнадцать лет меня моложе. Да вы выпейте. Полегчает. Смеживайте лекарства и алкоголь. А это не ваше дело. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Макс, это ты? Ты чего делаешь? Эй, ты кто такой? Эй, стой! Ну все, 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 он убежал, все. Прости, прости меня, пожалуйста, прости. Прости, я что про собаку спрашивала и что подумала, что это ты прости. Да, ну все в порядке, я же знаю, что у тебя богатое воображение. Все, все, все нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть кто дома? Понятно. Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Михаил Семенович. Ну что, как успехи? Ну, потихоньку, что-то находится, что-то нет, мы ищем. Тебе было ясно сказано, сколько дней прошло, а ты черт знает чем тут занимаешься. Не все же так сразу. Курочка по зернышку. Вот, диктофон с дневниками, может там какая-то информация. Тихо, 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 тихо. Только не кричи, хорошо? Не будешь кричать? Тебе ничего не угрожает. Все хорошо. Ты умница. Доброе утро. Тихо. Ничего не говори пока. Жду результатов. Звук мобильного выключи. Угу. Выключила. В диктофоне что-то важное было записано? Нет. Все, что было важно, я еще вчера стерла. На всякий случай. Молодец. Ну что, ушли они? Да. Пойдем тогда. Пойдем, пойдем. Максиму повезло, что он в тебя влюбился. Иначе завалил бы все дело. А почему это он в меня влюбился? И какое еще дело? Когда человек влюблен, он все сделает, чтобы быть рядом с предметом своей любви. Я по себе знаю. Так. Давайте-ка вы мне сейчас все расскажете. Причем от начала до конца. Иначе я никуда не пойду. Ох, Люда. Ну ты девушка огонь. Повезло же твоему Федору. Так, а про Федора вы откуда знаете? Так это вы пытались украсть мой диктофон? Я разве похож на грабителя? Да, вы вообще-то похож на грабителя. Садись, по дороге расскажу. Это ваша машина? Моя. Собственная. Собственная. Ну, честное слово. Что, документы показать? А я с вами не поеду. Вы алкоголик. Ну, тогда, может быть, по глоточку? Чай с мятой? Ну, да. Поехали. Ты знаешь, что такое международный аукционный дом? Нет. Как-нибудь расскажу подробнее. Это очень интересный бизнес. Пока тебе достаточно знать, что один крупный международный аукционный дом узнал, что в России объявился легендарный изумрудный перстень Кречетовых. Долгие годы этот изумруд считался пропавшим, и тут вдруг объявился. Было решено заполучить его во что бы то ни стало. А кто такие Кречетовы? Ну, Зинаида Грищенко. Дом, который вы с Максом обнаружили, она в девичестве Кречетова. Дочь богатейшего горнозаводчика. А вы из того аукционного дома, да? Нет, не я. Макс и Михаил Семенович. Что же это получается? Максим убил Нину? Не знаю, Люда. Да нет, Макс, он не мог. Он жулик, конечно. Но не убийца. Да и вообще он меня спас. Вот сегодня ночью, когда пришел настоящий убийца, он меня спас. Ну, возможно, они сообщники. Это мог быть просто спектакль. Ну, чтоб ты поверила в Макса. А вы кто вообще? Вы агент ЦРУ? ФБР? Маньяк? Нет, куда мне? Я скромный коллекционер. Собираю редкие драгоценные камни по всему свету. Вот такая у меня пламенная страсть. Изумруд Кречетовых – это мечта моей юности. Бедная Серафима. Она в вас влюблена. Возьми-ка блокнот. Запиши, пожалуйста, кое-что для меня. Что? Секретные данные. За углом меня подожди. Ну что, старик, игры больше не будет? На курорт изволите отбывать? На курорт. Прощай. Салют. Как успехи? Все хорошо. Даже обшманать удалось. Во-первых, шапку сними. Во-вторых, мы так не договаривались. Он мог тебя схватить. Кишка тонка. Денег, правда, немного. Зато бумажек целая куча. Я Лявин Герасим Федорович. 88-го года рождения. Взял в долг 300 рублей. Оставляю под залог изумрудный перстень. Где живет? Кто? Старик, которого ты обшманул? Да тут, неподалеку. В вашем поселке. В Красном доме. Я точно запомнила. Каменный такой. С крыльцом. Да. Жди здесь, понял? Угу. Не, Олеж, все равно это какая-то странная история. Настя, помочь не хочешь? Кого мы ждем-то? Вы их знаете? Тут и оно, что не знаю. Людмила такую секретность развела. Гости, говорит, будут. Хорошо, вам знакомые. Но что за люди? Чем их угощать? Ничего не понятно. Ой, как у вас здесь все интересно. А вот, наверное, и они. Добрый вечер. Добрый. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ В далёхие края. Так ведь людям переезжать не возбраняется. Чем вдалеке промышлять собираетесь? Так же, как и здесь? Ростовщичеством? А это как повезёт, товарищ. Я вас арестовываю за незаконную деятельность и конфискую у вас изумрудный перстень. Что страху я из-за этого камышка натерпелся? Захар со своими душегубами такое количество народу положил, чтобы до изумруды добраться? Это зачем? Тебя каким ветром занесло? А я живу и дрожу. Вот-вот, до меня дойдут. Да, видно, не судьба мне сокровищем владеть. Забирайте. Забирайте. Увидимся. 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 Простите, Тимофей Ильич. Ну что ж, Людмила, вы оказались правы. Убийца действительно ищет изумрудный перстень. Простите, что перебиваю, но кто мне поможет чаю всем налить? Так давайте я. Спасибо, Данечка. Ты как всегда готов помочь. Не то, что вот некоторые. А кому чай? Нам. Я буду. Так вот, убийца ищет изумрудный перстень. Я буду. Эльза Тимофеевна отказалась сказать, где он, и за это поплатилась жизнью. Затем убийца решил поискать его в квартире, но тут появилась Нина, и он убил ее. Как впоследствии убил Васю-дурачка, который должен был следить за нами. А затем писателя-шторма, который знал приметы убийцы. И все это время убийца следил за Людмилой, справедливо полагая, что ее расследование выведет его на изумрудный перстень. Какой ужас! Он прям мороз по коже. Какой вы, однако, Даниил впечатлительный. Ты нашла этот изумруд? Нет, не нашла. При обыске в квартире его тоже не обнаружили. Я думаю, никто не знает, где он на самом деле, в том числе убийца. А вот кто он, мы с вами знаем очень хорошо. Да с чего вы решили, что убийца свой? Так? Не может быть. Начну издалека. Во Франции есть реабилитационный центр, который называется «Дом моряка». Неправильно. Что неправильно? Вы в квартире искали неправильно. Простите, Людмила, забыли позвать вас, а так бы непременно нашли. А я докажу. А, телефон в машине забыла. Пап, дай ключи. Держи. Угу. И все-таки почему вы решили, что убийца свой? Я повторюсь, во Франции есть реабилитационный центр, который называется «Дом моряка». Наш убийца проходил там лечение от психического расстройства. Настоящее его имя – Николай Клечетов. Он родился и вырос в Петербурге, и, будучи уже взрослым, услышал про полузабытую семейную легенду о магическом изумруде. И этот изумруд стал его навязчивой идеей. Он в буквальном смысле свел его с ума. Родители отправили его к родственникам во Францию, он вроде бы поправился, вернулся домой, а потом узнал, что этот изумруд хранится в семье Долининых. И болезнь вернулась. Убийца познакомился с Эльзой Тимофевной, воспользовавшись тем, что в реабилитационной клинике его очень хорошо научили шить. Да вы что? Это еще что такое? Простите, это я для Серафима хотел серуприз устроить, только не понимая, почему все раньше времени сработало. А где Диор? Бигулов, за мной! Болезнь! Болезнь! Ну что происходит? Голова. Спи, спи. Все нормально. Что значит, исчезли? Зинаидия Грищенко в девичестве Кречетовой и Захарова Грищенко удалось отбыть за границу по поддельным документам. Исчезла ваша красавица, так и не исполнив своих обязательств. Обязательства перед вами, перед УКПУ. Хотела помочь нам в поисках магического перстня за очень большое вознаграждение. Надеялась вернуть себе семейную драгоценность под нашим прикрытием, да еще и кожу сорвать. Вам-то он зачем, этот перстень? Это вас не касается. Вы уверены, что не знаете, где находится магический изумруд? Получается, вы знали обо всех убийствах. Или даже участвовали в них. Это вас тоже не касается. Поправляйтесь. Поправляйтесь. Где перстень? Откуда я знаю, где перстень, Дань? Ну, времени же мало. Я тебе сейчас голову разобью и пальцы по одному переломаю. В картине. Там тайник. Откуда знаешь? А мне Нина сказала. Она сказала, что картина – это только часть фамильных ценностей. Соображаешь. СМЕХ. Картина. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полиция! А ну, отпустил ее! Встать! Спокойно! Руки поднял! Руки поднял, я сказал! Шаг назад! Стой спокойно, не дергайся! Спокойно! Спокойно, стой! Проверь. Походу, все. Апельсиновый фреш. Освежитель дыхания. У него перстень. Перстень остался. Не волнуйтесь. Найдем мы ваш перстень. Сонечка, обещай мне никогда не доставать из тайника изумруд, чтобы не навлечь гнев хозяйке. Своим детям и внукам вели поступать так же. Придет время, хозяйка сама решит, кому отдать свое сокровище. Обещаешь? Да, папа. Обещаю. Ты же понимаешь, что Тимофею лучше не знать о нем. Наверняка у ГПУ глаз с него не спускает. Да? Да. Ну, хорошо. Аркадий Петрович, пора благословить жениха и невесту. Да, конечно. Любите и берегите друг друга до самой смерти. Ну что, Людмила, Скотланд-Ярд опять перед вами в долгу. Благодарю. You welcome. Так, принесу еще закуски. Макс, поможешь? Угу. Давай. Ну, чего там? Все обыскали, нашли два браслета, три кольца. Одно с камнем, но не нашим. Изумрудного перстня след простыл. Странно, изумруд тяжелый, не должен был далеко уплыть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сейчас. Алло. Извините, не смог приехать работа. Завтра могу. Хорошо, ночью. Кто это? Женщина в интернете познакомилась. Ну-ка дай. Ну-ка. Дай. Да, здравствуйте. Нет, это не он, это его коллега, просто хотел. Слушайте, а почему мне знаком ваш голос? Я, капитан Крюков. Катерина. Да. Нет, нет, у нее все хорошо. Да, непременно передам. Благодарю вас, всего доброго. Ты когда-нибудь видел эту женщину? На фото. Блондинка. Пятый номер. Угу. Ну, возможно, когда-то был пятый, я это время не застал. Зовут Екатерина Васильевна, подруга моей мамы. Недавно исполнил 60. Ну, что, я думаю, можем начинать. Ой, папа приехал. Всем привет! Привет! Как ты с размером-то угадал? Людмила сообщила секретное сведение. Папа, а где Настя? Здрасте. Она на встрече выпускников. Она попозже подъедет. А, ну, тогда давайте к столу. Здрасте. Здрасте. Давайте к столу. Угу. Можно тебя? Угу. Да. Ну что, рады? Очень. Ну, в общем, мне пора. Угу. Не видать у меня собственной яхты. Спасибо. Какие твои годы? Слушай, а если бы, ну, не вся эта история, если бы я просто приехал реставрировать дворец, и мы бы просто встретились, вышло бы у нас что-нибудь? Ну, не вышло бы. Ну, пока. Пока. Спасибо. Три капитана, еще чуть-чуть. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Я рад, что он уехал. Спасибо. А то я очень за тебя беспокоился. А я за тебя, между прочим, беспокоилась. Толя сказала, что у тебя проблемы с бизнесом. И я знаю, как их поправить. Ты напишешь Роману по всему, что с нами произошло, а я и сдам его. Глобальным тиражом. Угу. Феди. Люда, привет. Как дела? Алло, Федь? Привет. Привет. Наконец-то ты позвонил. Ваше меню, пожалуйста. Спасибо. Угу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.